На минувшей неделе в электромобильную гонку включилась марка BMW, представив свой первый, не переделанный на электротягу, а специально спроектированный электрический кроссовер iX. Тем временем марка Hyundai методично развивает спортивную линейку моделей N и N-Line, а Land Rover пытается привлечь внимание к не слишком успешному Discovery. В России интерес к свежему Kia Rio X обеспечится сам собой, а вот грядущей локализации дизельного двигателя Peugeot удивились даже мы сами. А еще мы вспомнили о грустном юбилее завода «Москвич» и побывали на открытии важного участка новой кольцевой дороги вокруг Москвы. Может ли электромобиль быть симпатичным? Опыт Теслы и Ягуара подсказывает «да, может», хотя другие марки, желая эффектно подчеркнуть зеленую сущность батарейных моделей, иной раз перегибают палку. И BMW iX наглядный тому пример. Резкие ломаные линии, конечно, выделяют электрический BMW среди бензиновых и дизельных собратьев, но поклонники творчества Вильгельма Хофмайстера, Поля Брака и Клауса Лютте очень удивятся. Короткий передний и длинный задний свес – это очень по-немецки. Но столь тяжеловесную корму объяснить трудно, ведь машина строго пятиместная, и батарея размещена в полу между осями. А как вам шестиугольный руль? Или изогнутый тачскрин на несуразных ножках, объединяющий приборную панель и экран медиасистемы? Дизайнеры явно стремились изобрести автомобиль заново. И только технический iX – почти совершенство. Баварцы, наконец, доделали свою электромобильную платформу, так что компоновка вышла образцовой и двухмоторной, благодаря чему новинка порадует приводом 4х4. Предварительные характеристики таковы. При суммарной отдаче моторов около 500 лошадей, разгон до сотни должен занимать менее 5 секунд. Точнее скажут перед началом продаж. Хотя уже сейчас понятно, что батареи на 100 кВт-часов должно хватить сразу на 600 км пробега. А если по пути найдется мощная 200-киловатная зарядка, то пополнение аккумулятора энергии на 70% займет всего 40 минут. Удивительно, но батарейная новинка появится и в России, хотя случится это не скоро, скорее всего в 2022 году. Ведь старт производства модели отложен до второй половины 2021-го. К тому времени машину обещают обучить высокому классу автономного вождения, а все необходимые для этого технические решения уже заложены, включая поддержку сетей 5G. Если бы еще дизайн подправили, но на это нет никакой надежды. Марка Hyundai пошла по пути Volkswagen, который делает горячие или подогретые версии всех своих моделей. Поэтому неудивительно, что свежая Sonata тоже обзавелась исполнением N-Line. Да каким? Обычно приставка Line означает лишь дерзкий декор. Но Sonata повезло. Как минимум потому, что она заполучила 300-сильный турбомотор и усиленный 8-ступенчатый преселектив. По прикидкам, переднеприводный бизнес-седан будет выстреливать до сотни секунд за 6. Однако точные цифры пока не раскрыты. Зато известна цена на главном, американском рынке. В других странах горячая новинка тоже появится, но позже. И ждать Sonata N-Line имеет смысл. Ведь под сумасшедший двигатель инженеры создали особенное шасси. От обычной N-Line-овская ходовая отличается особенной настройкой амортизаторов, жесткими задними пружинами и крупными стабилизаторами. Прибавьте сюда более производительные тормоза и укороченную рулевую рейку. И это только начало. Совсем скоро состоится премьера кроссовера Tucson N-Line следующего поколения. Но вместо подробностей есть лишь несколько тизеров. У Elantra исполнение N-Line уже есть, а будет и полновесная N. По предварительной информации, 280 сил сделают этот седан ну очень динамичным. Но опять же, пока корейцы лишь дразнят нас тизерными картинками. Ягуар Land Rover продолжает обновлять одну модель за другой. И теперь руки британцев дошли до Discovery, который после смены поколений стал наименее востребованной машиной Land Rover. Впрочем, спешно менять округлые формы дизайнеры не решились. Поэтому дело ограничилось переводом оптики на светодиоды до смены решетки радиатора. Салон посвежел благодаря большому тачскрину новой медиа-системы. Разумеется, под нее пришлось перекраивать центральную часть передней панели. Впрочем, все это мы уже видели на других британцах, переживших обновления. Пересмотр гаммы моторов тоже прошел по известному сценарию. На смену V-образным бензиновым шестеркам ожидаемо пришли рядные моторы нового поколения. А в линейке дизелей остались лишь варианты на 250 и 300 сил. Так что единственная неожиданность — полный отказ от пружинных подвесок. Теперь для диска доступно лишь сочетание пневматических элементов и адаптивных амортизаторов. Вдобавок Land Rover похвастался очередным апгрейдом системы Terrain Response. На ключевых рынках новинка уже доступна для заказа. Но нам придется подождать до следующей весны. Ауди дольше всех игнорировала моду на купеобразные кроссоверы. Однако рыночные реалии заставили немцев сдаться, и в производство пошел Q5 Sportback. Вскоре новинка выйдет на российский рынок. У нас сертифицирована только одна версия Sportback с двухлитровым турбомотором и семиступенчатым роботом. При этом двигатель оснащен мягкогибридной надстройкой, ради которой позади заднего дивана появился маленький аккумулятор. Этот же агрегат станет основным для обновленной версии простого Audi Q5. Но вдобавок он сможет привлечь клиентов двумя трехлитровыми модификациями — бензиновой и дизельной. Старт продаж обеих машин, видимо, не за горами. Российский завод, где делают автомобили Hyundai и Kia, принял на производство рестайлинговый хэтчбэк Kio Rio. До этого он назывался Rio X-Line, но теперь название укорочено до Rio X. Модернизированную пятидверку легко опознать по измененным фарам, увеличенной решетке и подретушированному обвесу. На корме укрупнились вставки, имитирующие воздуховоды, а в центре бампера прописался противотуманный фонарь. Салон еще не показали, но понятно, что список обновок будет точно таким же, что и у седана. Это другая медиасистема и подправленные приборы. Продолжим тему российской сборки. Peugeot вскоре наладит выпуск фургона в партнер на своем заводе под Калугой. У нас будут делать не новое поколение французских каблучков, а предыдущее. Сейчас к производству готовят только грузовую модификацию, но в двух версиях – короткой и длинной. Также объявлено, что машина будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. А еще, как стало известно телеканалу Автоплюс, французы изучают возможность локализации одного из этих двигателей. По нашей информации, собирать хотят дизельный агрегат отдачи 90 сил. Правда, финальное решение пока не принято. Сам выбор мотора вполне логичен, ведь его ставят не только на партнер, но и на более крупные фургоны. Peugeot Expert и Citroёn Jumpy, а также их пассажирские вариации. О российском производстве Cherry Tiggo 4 речи пока не идет. К нам привозят только кроссоверы китайского происхождения. А там, под индексом Tiggo 5X, уже делают рестайлинговый вариант этой модели, который, судя по сертификационным документам, вскоре прибудет и в наши края. Техническая начинка сохранится. Но внешне четверка стала напоминать старшие модели, а салон переделан полностью. Внедрено сенсорное управление микроклиматом, более удобные сидения и большой тачскрим медиасистемы. В России обновленный Cherry мы ждем до конца года. Скорее всего, кроссовер выведут под именем Tiggo 4 Pro, хотя также припасены названия 4S и 4T. Отечественный автопром этой осенью вслед за 60-летием горбатого запорожца и десятилетием кончины Волги мог бы отметить еще один юбилей — 90 лет заводу Москвич. Точка отсчета принято считать конец 30-го года, когда в Москве на пересечении окружной железной дороги и Остаповского шоссе начал работу государственный автосборочный завод имени КИМ — коммунистического интернационала молодежи. Поначалу здесь из американских комплектующих собирали автомобили Ford моделей А и АА. Затем детали приходили уже из Горького. Перед войной завод перестал быть отделением газа, успел наладить производство малолитража КИМ-10, а затем был эвакуирован на Урал. В 1947 году вышел советский вариант Opelicadette — модель Москвич 400, а самыми успешными для завода были вторая половина 50-х и 60-е годы. Друг за другом вышли 402, 407, 403 москвичи. Но третье поколение машин — 408, 412 и 2140 — задержалось на конвейере на четверть века. И эта заминка стала одной из причин упадка предприятия, которая с конца 60-х именовалась автомобильным заводом имени Ленинского комсомола. Ведь следующая модель 2141 стала серийной перед самым распадом Советского Союза, а запустить производство оригинального двигателя и вовсе не успели. В итоге доводить машину до ума и выплачивать кредиты пришлось уже в условиях рыночной экономики. В конце 90-х концепция изменилась. Вместо массовых моделей теперь уже ОАО «Москвич» решила заниматься мелкосерийным премиумом, но на основе всего того же 41-го. Проект провалился, и осенью 2001 года сборка комплектных автомобилей прекратилась навсегда. Процедура банкротства оказалась долгой. Имущество распродавали до осени 2010 года. За это время из брошенных на заводе кузовов энтузиасты собрали сотни машин. Но автомобильное производство на территории бывшего «Москвича» все же сохранилось. В 1998-м компания «Рено России» ради сборки «Логанов» выкупила тот самый недостроенный цех двигателей, которых не дождался «Москвич 2141». Сейчас тут делают кроссоверы «Дастер», «Каптюр» и «Аркана». Интеллектуальное же наследие советского «Москвича» растащили на мелкие обрывки. С 2009 года «Фольксваген» владеет правами на экспортную марку «Олека» и логотип «МЗМА» с «Кремлевской башней», а в 2015 году «Рено» оформил на себя оставшиеся патенты на имя «Москвич» и более современную эмблему в виде буквы «М». Юбилей почившего «Москвича» совпал с юбилеем российского «Рено Логана». Сборка седанов стартовала на столичном заводе «Автофрамос» 15 лет назад. За первые три года модель разошлась неслыханным для того времени тиражом – 125 тысяч экземпляров. Производство второго поколения перенесли на «АвтоВАЗ» и только что в Тольятти собрали машину за номером 750 тысяч. Именно столько построено «Логанов» на двух заводах за 15 лет. О третьем поколении не сказано ровным счетом ничего. Скорее всего, его нам придется подождать еще год, два или даже три. Логично предположить, что для России готовят упрощенную версию на платформе от «Арканы» без современной электроники и с другими моторами. В Подмосковье открыт самый протяженный и технически сложный участок центральной кольцевой автомобильной дороги. Новое кольцо вокруг Москвы проходит в непосредственной близости от старого – малой бетонки. Третий участок связывает трассы М11 Нева и М7 Волга и на всем протяжении будет платным. Сейчас здесь легковые автомобили могут разгоняться до 110 км в час, однако со временем лимит повысит до 130. Кроме того, на ЦКАДе нет традиционных пунктов заманья платы со шлагбаумами. Вместо них система «Свободный поток». Это П-образные опоры с камерами, датчиками и антеннами, позволяющими списывать средства со счета автоматически, с транспондера или по регистрационному знаку. В последнем случае водителю следует приобрести электронный билет заранее или погасить задолженность по факту проезда в течение пяти дней. Сегодняшний участок, который мы открываем, для нас является особо знаковым, потому что с открытием этого участка мы пересекли так называемый экватор ЦКАДа. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня уже будет работать полноценно. И мы очень надеемся, что к концу года еще порядка 100 км ЦКАДа поедет и нам только останется небольшая часть на следующий год. Государственная компания «Автодор» в этом году намерена открыть большую часть четвертого пускового комплекса и короткий участок ЦКАДа между старой Ленинградкой М10 и новым шоссе М11.